Здравствуйте! Я Глория Купленд, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы уже наслаждаемся, смотря на некоторые писания. Это точно. И мы будем говорить о процветании. Сегодня с нами пастор Джордж Пирсенс. Приветствую, Джордж. Глория — это наслаждение. Снова быть с вами. Расскажи им, сколько дней ты уже здесь проповедуешь со мной? Мы проповедуем о процветании 141 день. Слава Богу! Ничего удивительного, что мы все испытываем при умножении. Я знаю. Это возрастание и возрастание. И мы хотим услышать твои свидетельства. Если вам интересно, работает это или нет, то вы обнаружите, что это так, если только прекратите сомневаться. Мне понравилось, что вы сказали перед началом эфира. Вы сказали, нам нужны свидетельства. А потом вы остановились, подумали мгновение и сказали, нам нужны письма с победой над недостатком и нуждой. Вот именно. Письма с победой над нуждой. Верно, они нам нужны. Мне нужны письма с победой над нуждой от вас, о том, что вы испытываете умножение. Вы возрастаете с каждым днем, умножаясь и расширяясь, возрастая в процветании Божьем. Отец, мы молимся за эти передачи в течение двух недель. И мы благодарим Тебя, что мы в процессе умножения. В процессе умножения. В то время, как остальной мир опускается вниз, мы поднимаемся. И мы достигаем все больших высот в Твоем благословении. Слава Богу. И мы в Твоем процветании. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Знаете, Глория. 141 день. Мы провели 141 день. Длинный путь, Джордж. А к тому времени, как мы закончим эти передачи, мы дойдем до 150. 150. 150. Хорошо. Верно. Великолепно. И как всегда. Помнишь ту историю о Кеннете, когда он приехал на одно собрание в резервации? Да. И они выставляли стулья и повторяли 150, 150, потому что хотели поставить 150 стульев. Но это было единственное число, которое они знали по-английски. 150. Мы будем стремиться к 150. Мы будем стремиться к 150. У нас будет много. Верно. Аминь. Слава Богу. Как всегда, Глория, эти записи в вашем распоряжении. Вы можете воспользоваться ими на нашем сайте. Скачайте их для себя. Да. Там есть все места Писания. Слава Богу. Все предварительные мысли, которые мы тут упоминаем, все это для вас. Вы можете к ним возвращаться. Изучать их. Да. Мы начали загружать эти конспекты в 2010 году, и за это время уже 350 тысяч тезисов. Потрясающе. Было скачано. Сколько пасторов учили по материалам, которые мы поделились с ними? Потому что ты позволял всем брать их? И проповедовать, использовать? Есть пасторы, которые это используют? Прекрасно. Я часто онлайн, Глория, и часто захожу в интернет, и просто набираю 50 дней процветания, или дни процветания, и нахожу сайты других служителей, которые взяли наши записи и сделали их доступными для своих людей. И скажу вам, делайте это. Замечательно. Делайте это. Берите их. Аминь. Пусть они будут там, где должны быть. Это такое благословение. Мы в восторге, что у нас есть возможность делать это и ободрять. Ты проделал большую работу, чтобы собрать это все вместе. Ободрять нас в этой жизни в процветании. Мы живем в дни процветания. Аминь. Итак, вы готовы начать? Готова. Вы готовы? Да. Давайте откроем Евангелие от Матфея, девятую главу. Матфея, девятая глава. Через минуту я скажу вам, какой будет наша тема в течение этих двух недель. Но сначала прочитаю вам пару вещей. Итак, девятая глава Евангелия от Матфея и 37 стих. Матфея 9, 37 сказано. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Мне нравится, как в одном переводе сказано. Он сказал ученикам, какая великая жатва, и как мало работников. Аллилуйя. Мы читаем это местописание, Глория говоря об урожае душ. Которые входят в Царство Божье. Но существует и другой урожай, о котором нельзя забывать. Это урожай с тех семян, которые мы посеяли. Аминь. Верно. И когда я готовился к этим проповедям и читал это местописание таким образом, Иисус сказал, урожай обильный. Я имею в виду, сколько из нас являются сеятелями и даятелями, И отдают десятины и не осознают, что существует огромный урожай. Ожидающий нас. Я расскажу вам маленькую историю. Хорошо. Эта маленькая история как раз о том, как началось мое изучение того, как пожинать свой урожай. И именно об этом мы будем говорить в ближайшие две недели. Как пожинать. Слава Богу. 28 сентября 1999 года. Брат Кейт Мур проповедовал в нашей церкви, а мы участвовали в прославлении поклонения. И так было прославление, мы закончили, и затем брат Кейт встал. Это не относилось непосредственно к его посланию, но он получил слово от Господа. И Глория — это слово от Господа. Я его не ожидал, знаешь, когда ты получаешь слово от Господа, то это обычно, ты будешь делать то-то, и ты будешь делать то-то. Но это конкретное слово от Господа меня несколько удивило. И брат Кейт сказал, что Господь говорит относительно даяний Международной церкви Игл Маунтин, нашей церкви. Сердце Бога опечалено. Стали дыбом. Вы знаете, я просто... Вы знаете, я просто... Я сидел на сцене, когда он сказал... Я этого не помню, это потрясающе. Да, в тот вечер мы получили поразительное откровение. Сердце Бога опечалено. И знаете в чем? Бога заботило то, что мы не пожинаем. Я задумался об этом. Я сказал Господь. Потому что смысл этого слова заключался в том, что Богу нравилось наше даяние, но его сердце было опечалено, потому что мы не пожинали урожая. Урожая нет. И он продолжал. Некоторые люди разочаровались. И рассержено на Бога. Сколько еще я должен давать? Он сказал, вы думаете, что вы ожидаете Бога? Вы думаете, что жатва является автоматической? Вы думаете, что поскольку вы посеяли финансовые семена, то все остальное дело в Боге. Вы сидите, расслабившись, и думаете, что оно само к вам придет. Это неведение и путаница. Я призываю вас услышать слово от Господа, принять решение и сказать, я не просто хороший даятель, я хороший жнец. Я собираюсь стать по-настоящему хорошим жнецом. Аминь. Знаешь, я вспоминаю, когда я еще была девочкой в Арканзасе. Да. Мой дедушка выращивал персики. Он был специалистом. Он знал, как это делать. Его деревья были полны прекрасных, чудесных персиков. Каких ты, наверное, никогда не пробовал. Но когда их оставляли на деревьях и не собирали... Да. Что с ними происходило? Начинали гнить. Они гнили и падали на землю. Нужно было собирать урожай. Нужно было собрать урожай? Если хочешь это вкусить, ты должен это собрать. О, да, неужели, Глория? Но мне это нравится. Они такие свежие. Продолжайте, Глория. Если хочешь это вкусить... Я об этом никогда не думала до сегодняшнего дня. Извините нас, Джорджи, мы тут заняты. Мы сейчас записываем. Если вы хотите вкусить это, вкусить и увидеть, как благ Господь, тогда это нужно пожать. Пожать. Верно. Хорошо, Глория. Это действительно отличная мысль. А затем... Здорово. Если они слишком долго ждали и не собирали, а потом шли в сарай, где их паковали, то если персики были перезрелые, приходилось их выбрасывать. Знаешь, их продавали за какой-то бесценок, если они были слишком зрелыми для упаковки. Но я уверен, что... Так что мы не можем позволить нашему урожаю висеть там. Нет, не можем. Мы должны собрать его. Я никогда об этом не думала. Я уверен, что дедушка знал, когда пожинать. Он знал, когда пожинать. О, он точно знал, когда. Да. У него было внутреннее, развитое чувство выбора времени в том, когда эти персики были готовы. Я могу себе представить, потому что я помню, как однажды мы были в Арканзасе и останавливались в доме у дедушки с бабушкой. Дедушка взял меня на прогулку, и мы вместе гуляли. Он вывел меня на улицу. Мы перешли улицу, он сказал, вот здесь были персики. Да, кажется, к тому времени у него уже не было этих персиковых деревьев. Были. Не было. Персиковые деревья перестали плодоносить и их выкорчевали. Понятно. Я туда не езжу. Хорошо. Я представляю себе, если ехать мимо дома, там есть крыльцо, я просто не представляю, чтобы дедушка сидел на крыльце, смотрел на эти персики. Он не позволял им портиться, нет? Висящий там спелые, готовые к сбору, и говорил, не думай, что сегодня я буду это делать. Перезрелые персики, которые уже нельзя есть, называют отбросами. 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 Я знаю, я никогда раньше об этом не думала. Вот она, суть в этом. Именно. Знаете, а вот у моего дедушки был сад. Когда я рос и был ребенком, у него был достаточно большой сад и огород. И в нем он выращивал помидоры, огурцы. У него была фасоль, разные фрукты росли. И то, что он выращивал, приносило урожай. Он ухаживал за этим садом каждый день. И я всюду за ним ходил. У него были дорожки через этот сад. И забор вокруг этого сада для защиты. И он точно и четко знал, когда собирать эти фрукты. Мы должны защищать свой урожай. И мы будем говорить об этом. Мы должны защищать свой урожай. Словами. Да, защищать. Мы должны постоянно говорить слова урожая. Да. К нам применим этот же принцип. Как и в отношении персиков вашего дедушки. У меня слюнки текут от одной мысли о них. Кто-то дайте Глории персик. Кто-нибудь дайте мне персик. Тим, принеси Глории персик. Хорошо. К нам применим тот же принцип. Настало время, чтобы мы встали. Точно. Вышли. Пошли в поля. И пожали свой урожай. Мы жнецы. Мы жнецы. Мы садим. Мы пожинаем. Мы пожинаем. Давайте быстро обратимся к книге пророка Иеремии в 17 главе. Вы правильно сказали перед началом передачи. Вообще у нас тут многое происходило перед началом. Вы что-то сказали о 17 главе в книге Иеремии. Фактически, вы что-то сказали перед этим, а потом мы обратились к книге Иеремии. Вы посмотрели на меня и сказали, Джордж, поскольку ты пожинаешь постоянно, значит, урожай не сезонный. Он непрерывный. Это правда. Аллилуйя. Наш урожай не зависит от сезонов. Верно. Только не наш урожай. Да. Не наш урожай. Зависит от сезона. Наш урожай — это непрерывный урожай. Конечно, мы постоянно насаждаем. Когда мы даем, мы постоянно пожинаем. Аллилуйя. Верно. Слава Богу. Абсолютно верно. И когда вы сказали, что урожай не является сезонным, а урожай является непрерывным, в моем сердце пришло это местописание. Иеремии 17 глава. Это нечто. В седьмом стихе здесь сказано. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь. Фактически, это фундамент нашей жизни. Да, верно. Чтобы мы были благословлены, имели возможность процветать, чтобы мы были плодовиты, размножались, наполняли землю, обладали ей, владычествовали над ней. Когда мы уповаем на Господа и полагаем свое доверие на Него, смотрите на результат. Вот они, в восьмом стихе. «Ибо он будет, как дерево, посаженное, при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зеленый». Это слово «зеленый» здесь означает «преуспевать и процветать». «И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Слава Богу! Слава Богу! как только мы начинаем жить жизнью сейния, мы затем можем перейти к жизни жатвы. Аминь. Знаешь, Джордж, задержи свою мысль. Да. Но я только что... Там, где дедушка имел персиковые сады, мы построили маленький домик, дачу. Да. И там было полно... Неужели? Камней. Я этого не знал. Там были персиковые деревья. Там действительно были персиковые деревья до этого? Там было полно камней. Однажды мы поручили Джону и Келли пойти собирать эти камни. Да. Это не было урожай. Да. Персиков не осталось. Да. Там не осталось деревьев, не было персиков, не было урожая. Урожая не было. Одни камни. Так что нам нужно получать постоянные урожаи. И мы это можем. Поэтому продолжайте сажать. Просто нужно постоянно сажать. И мы должны постоянно пожинать. И постоянно пожинать. Когда брат Кейт Мур дал это слово от Господа, это было довольно сильное слово. Сердце Бога опечалено. И вот что я сделал, Глория. Я бросил нашей церкви вызов. Я бросаю вызов вам о том, что, как сказал брат Кейт от Господа, мы были не просто хорошими даятелями, но также мы могли быть хорошими жнецами. И мы собираемся стать по-настоящему хорошими жнецами. По-настоящему хорошими жнецами. Да, по-настоящему хорошими. Послушайте. Мы не можем позволить урожаю гнить на поле. Да, не можем этого сделать. Нет, нет. Мы должны пожинать. Урожай готов. И люди не осознают этого. Они даже не знают, что в поле их ждет их урожай. И как Господь сказал через брата Кейта Мура, многие люди рассерженные, разочарованы. Люди давали, сеяли, но не видели результатов. И они говорят себе, сколько еще я могу давать? А Господь сказал, вы думаете, что вы ждете движения со стороны Господа? Вы думаете, что жатва является автоматической? Вы думаете, что поскольку вы вынесли деньги, то теперь все дело за Богом? Вы сидите, расслабившись, и думаете, что оно само к вам придет? Нет, не прыгали. Эти персики не прыгали сами с дерева. Знаешь, что они делали? Они гнили. Если их не собирали. И падали на землю. Они падали на землю. Если их не снимали. Вы помните это, когда вы были еще маленькой девочкой? Вы помните, как он собирал персики? Конечно, да. Я работала в персиковом сарае. Я работала с персиками. Моя первая работа была за один доллар в день отвечать на телефонные звонки во время сбора урожая. Правда? Да. Это значит, что все были там? Да, верно. Во время жатвы? Верно. Была активная деятельность? Было много деятельности. Мы собирали, упаковывали, отправляли. Вот что мы делали. Вы собираете? Я кое-чему учусь. Вы это собираете? Смотри, вы собираете это, пакуете это. Каким было последнее? Еще есть хорошее слово. Мы отправляли это. Отправляли. Собираете. Пакуете. Но мы и ели тоже. Да. Они были вкусные. Вы не знаете, как хорош персик, пока вы не сняли его с дерева. Вы вкусили хорошие плоды. Да, аминь. Так что вы отвечали на телефон. Я получала доллар в день за ответы на звонки. Я должна была идти из дома в сарай и говорить о том, что звонят, сообщать им. Хорошо. А ваши братья Даг и Рич, что ли были? Нет, они были слишком маленькие. Они не собирали, но там были другие люди. Вот да, там было, может, человек сорок, которые все паковали. Там была бурная деятельность во время жатвы. Время урожая было занятым. И урожай был хорошим. Да. Вкусным. Да. Хорошо родил, хорошо благословлял. И мы сейчас живем в период жатвы. Аллилуйя. Так что, как я сказал, нашей церкви, мы собираемся стать хорошими жнецами. Да. Я хороший жнец. Уже хороший жнец. И буду еще лучше. Еще лучшим жнецом. Да. Аминь. И знаете, что, Глория? Я собирался сказать это на собрании директоров, но в 2013 году наша церковь Игл Маунтин посеяла свыше одного миллиона долларов. Это потрясающе. Слава Богу. Мы получили урожай. Время жатвы. И мы востребовали и востребуем урожай. И мы также не позволим ему гнить на поле. Мы не позволим ему гнить на поле. Слава Богу. Все, что вы говорили о персиках дедушки, тот же самый принцип применим и к сбору вашего урожая. Но мы должны держаться. Верно. Да. Программы. Распорядка. Так что вот что я сделал тогда. Если мы их не собирали, они гнили. А мы не можем этого позволить, чтобы они гнили. В 1999 году, когда брат Кейт Мур высвободил это слово 28 сентября, я начал слушать его серии проповедей. Вот что важно знать. Кейт Мур в Брэнсоне. У Кейт Мура была серия проповедей, и я слушал их снова, снова и снова. Вы знаете, я слушал их на прошлой неделе. Мне нужно это снова прослушать. Они называются правила жатвы. И фактически, вот что мы будем делать эти две недели. Я взял эти послания брата Кейта Мура и поместил их в наше учебе. Он будет рад этому. Но вот что я сделал. Я их слушал и изучал, и затем учил нашу церковь об этом. И мы начали востребовать наш урожай. Мы делаем это в нашей церкви, Игл Маунтин. Когда мы получаем десятины пожертвований в церкви, это одна из тех вещей, которые мы делаем с людьми нашей церкви. Мы начинаем востребовать урожай. Да, вы его востребуете, верно? Мы востребуем. Вы пожинаете. И эта Глория, как я обнаружил в своей жизни, была для меня этим недостающим звеном в том, что касается умножения. Да, я это понимаю. То же самое и со всеми нами. Я всем своим сердцем верю, что востребование урожая является недостающим звеном. Это недостающее звено. Я согласна, Джордж. Это так. Чтобы испытывать умножение. Это значит поступать по вере. Это поступать по вере. Это значит использовать слова. Ваши слова имеют силу и власть. Абсолютно верно. Когда вы его востребуете, урожай приходит. У нас осталось всего минуты, даже 30 секунд. О, не может быть. Закончу следующим. 106-й псалом. В тезисах вторая страница, Глори. В одном из переводов сказано. Он поселил там голодных. Они основали город, где могли обосноваться. Они засевали поля. Они насаждали виноградники. Они насаждали. И они пожинали обильные урожаи. И они пожинали. Пожинали. Они сажали. Пожинали. В 38-м сети сказано. Он благословлял их. И они сильно процветали. Их стадо скота никогда не уменьшались. Слава Богу. Мы будем хорошими жнецами. Последняя цитата. Она у вас тут на странице. Это брат Копланд. Это из статьи под названием «На строте свои мысли на урожай». Послушайте. Если до этого вы не представляли себя жнецом, начните так думать о себе. Обновите свое мышление в отношении истины, слова Божьего. И, Глори, именно это мы и делаем. И будем делать следующие две недели. Просто осмейтесь верить, что господин жатвы зовет вас. Да, вас. Помочь ему собрать его урожай последнего времени. Он говорит вам, до сих пор вы знали меня как господина вашего семени. Вы знали меня как того, кто дает вам хлеб. Но я хочу, чтобы вы знали меня как господина и служителя жатвы. Это потрясающе. Потрясающе. Поэтому, когда мы говорим об урожае, Слава Богу. Иисус является господом урожая, жатвы. И нам нужно лишь следовать за ним и следовать за его водительством. И он поможет нам пожинать наш урожай. И это время жатвы. Это время жатвы. А когда приходит время урожая, вам лучше собирать свои плоды. Овощи или то, что вы посадили. Вам следует это собрать. Собрать, потому что мы не хотим. Сказать этому прийти во имя Иисуса. Верно, Глория. Я так вдохновляю. Помнишь, кто говорил, деньги приходят? Лерой. Деньги приходят. Ко мне. Сейчас. Лерой Томпсон. Мы с Джорджем сейчас вернемся. Слава Богу. Мы говорим о том, как пожинать свой урожай. И вчера мы начали в Евангелии от Матфея, в 9 главе, 37-38 стихи. Там сказано. Тогда говорит ученикам своим. «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина Жатвы. Отметьте это. Господина Жатвы. Господина Жатвы. Чтобы выслал делателей на Жатву свою. Аминь. И вот какой момент я увидел здесь, изучая эту тему. Он в том, что эта Жатва касается не только душ, которые мы собираем в Царство Божье, но это также относится и к урожаю финансов, которые мы собираем на основании тех семян, которые мы посеяли ранее. Верно. И люди расстроены, потому что они сеяли, давали и не увидели результаты. А вчера мы нашли это недостающее звено. Недостающее звено в умножении состоит в том, что нужно знать, как пожинать свой урожай. Вам нужно его получить, собрать свой урожай. И было пророческое слово, которое пришло через брата Кейт Мура, 28 сентября 1999 года. Это было так давно, когда борода брата Кейта Мура была еще черной, а не седой. То есть очень давно. В тот вечер брат Кейт начал делиться своим посланием, и он начал со слова от Господа, которое пришло к нему. Еще раз прочитаю его. И он высвободил это слово в отношении нашей церкви, Игл Маунтин. Он сказал, сердце Бога опечалено. У тебя перехватило дух, когда он это сказал. Я просто... О, что? Сердце Бога опечалено. Послушайте, Бога беспокоило, что мы не пожинали урожай. Некоторые люди разочаровались и рассержены на Бога. Сколько еще я должен давать? Вы думаете, что вы ожидаете Бога, что Он должен что-то сделать. Вы думаете, что жатва — это просто что-то автоматическое. Вы думаете, что поскольку вы посеяли финансы, то теперь все дело в Боге. Вы сидите, расслабившись, и думаете, что оно само к вам придет. Но это не едини и путаницы. Это жесткие слова, Глория, правда? Да. И Господь сказал их нам, «Я призываю вас услышать Слово от Господа, принять решение и сказать, я не просто хороший даятий, я хороший жнец. Я собираюсь стать по-настоящему хорошим жнецом». Аминь. Это хорошо, Джордж. Это хорошее Слово от Господа. И это мы и сделали. Глория, мы начали так поступать. И вот что я начал делать после того, как услышал это Слово от брата Кейт Мора, а также остальную часть его послания. Я начал изучать Слово Божье. Я начал углубляться. Фактически, я начал прослушивать серию проповедей Кейта Мора под названием «Правила жатвы». Это послание, которым он делился уже давно. Думаю, в то время он преподавал в библейском центре Рэма. И он выделил такие детали в отношении того, как пожинать урожай, которые я раньше не слышал. И никто их четко не излагал. И, Глория, вы вчера рассказывали о персиках, которые росли в саду вашего дедушки, а также о том, как он знал, когда их нужно снимать. Он знал, когда их нужно собирать. Он знал, когда было правильное время для сбора урожая. И вы начали рассказывать о сборе урожая. И упомянули о некоторых деталях, которые я никогда не знал, особенно в том, что касается урожая персиков. Я не знаю, как дедушка говорил вам. Может быть, он садился и говорил, «Глория, вот как это делается». Или вы просто наблюдали за ним и видели, как он все это делает. Но в любом случае, большинство из нас учится именно таким образом. А я также рассказал о богороде моего дедушки. И я научился заниматься всем этим, наблюдая за дедушкой. Он действительно учил меня. И подобным же образом существует духовное обучение в отношении жатвы. Нам нужно это обучение. Верно. Обучение в отношении сеяния жатвы. Когда мы сеем не только семена Слова Божьего, а также финансовые семена. И вот что я сделал, Глория. Я начал учиться. Я посвятил себя обучению. Я хотел знать, если Бог огорчен тем, что мы не пожинали, я хотел быть способным обучить мою церковь тому, как пожинать урожай. И интересно, что в этой концепции, в библейской концепции сеяния и жатвы, есть интересный момент, что это наша ответственность пожинать урожай. И вы редко об этом будете слышать. Подумай вот о чем, Джордж. Подумай о персиках. В то время, когда я была девочкой, в юго-восточной части Арканзаса было много персиковых садов. В конечном счете сейчас их уже не так много. Осталось немного садов, и поэтому не было больших урожаев, потому что никто не насаждал, никто не собирал урожай. Никто не сеял семя, никто не собирал урожай. И в конце концов, они едва ли вообще остались. Теперь там всего несколько садов. Нельзя прекращать. Мы никогда не должны прекращать пожинать. А чтобы пожинать, мы должны насаждать. Глория, мы с Терри постоянно напоминаем себе об этом. Мы сеем. Мы являемся партнерами этого служения. Мы даятели. Мы отделяем десятины. В прошлом году мы очень много давали. И между собой мы взяли обязательство в этом году дать еще больше. И что с каждым последующим годом... Слава Богу. ...мы будем давать больше и больше. Преумножение. Мы умножили. Это называется преумножение. Преумножайте сеяние, умножайте жатву. Записал, умножайте сеяние, умножайте жатву. Готово. Подождите. Умножайте сеяние, умножайте жатву. И как результат этого учения, и этого обучения, тем важным, что мы с Терри включили в свою жизнь, стала жатва с того, что мы посеяли. Мне нравится, что об этом сказал брат Кейт Мур. Он сказал, что урожай... Я помню, как Кейт это сказал. И почему он это сказал. Он сам вырос на ферме. И во время жатвы его и его брата приходили и будили. Будили рано, до восхода солнца. Рано. То есть очень рано. И ему говорили, Кейт, нужно вставать, потому что урожай сам не выпрыгнет с поля прямо в амбар. Да, это похоже, как говорили старожилы. Да, но в отношении нас справедливо то же самое. Урожай не выпрыгнет сам. Это хорошо, хороший пример. С поля в амбар. Есть вещи, которые нам необходимо делать. И как мы говорили вчера, для меня понимание жатвы было недостающим звеном в вопросе умножения. Это одна из переменных в уравнении, что мы не просто селим семя. Когда эти персики не собирали, они гнили, падали на землю и были бесполезны. И дедушка знал, когда собирать эти персики. Как я вчера сказал, я прямо представляю перед собой этот дом, я вижу крыльцо, огибающее дом. Но я не могу представить себе дедушку, сидящим в расслабленном состоянии и смотрящим на персиковые сады, и ничего не делающим, в то время как настало время сбора урожая. Понимаете, внутри вас есть знание. И существует, как мы вчера говорили, постоянный урожай. Вчера вы сказали об этом. У меня есть вчерашние заметки. Вы сказали, что имеющийся у нас духовный урожай не является чем-то сезонным. Нет, он не сезонный. Он непрерывный, он постоянный. Мы сами назначаем сезон. Мы определяем сезон тем, когда мы сеем. Любое время является хорошим временем для посадки. Что касается финансов. Всякое, любое время. Я записываю. Видите ли, вы должны кое-что понять о том, как я тут сижу вместе с Глорией. И я очень сильно жду, чтобы попасть в студию, потому что достаточно пообщаться всего лишь одну минуту, чтобы услышать мудрость, которая есть в этой Божьей женщине. Всякое время. Верно. Любое время является временем для сения. И вчера вы сказали, что наш урожай, он тоже не сезонный, он непрерывный. И мы основывались на месте Писания из книги пророка Иеремии, 17 главы, где сказано, что мы будем как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, листовый зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. То есть это происходит непрерывно. И вот какая мысль ко мне пришла, когда я думал о том, что листовый зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Помните, Исаак сеял во время голода, когда рядом с ним ни у кого не было урожая. Аминь. Он сеял именно в такое тяжелое для всех время. И что он сделал? Он пожал, когда никто не пожинал. Он пожал, когда никто не пожинал. Хорошо сказано, Джордж. Мы обратимся к этому позже в нашем изучении. Но нас не должно волновать, что происходит вокруг. Есть люди, которые прекращают переносить десятину, прекращают сеять из-за того, что происходит в экономике, Но мы не можем так сказать. Когда мы к этому придем, подумайте вот о чем. Дедушка знал, когда нужно снимать урожай. Он знал, когда сеять. Он знал, когда пожинать. И если вы оставляли плоды на дереве, они гнили и падали на землю. Он не допускал, чтобы это произошло? Нет, не допускал. А если вы не пожинали, но если вы посадили, опрыскивали, делали все, что положено, но не собирали, оно сгнивало и падало на землю. Хочу кое-что предложить. Оно падало на землю и сгнивало. Я хочу к этому обратиться. Это то, чем у меня научил брат Кейт в той серии «Как пожинать свой урожай». Он сказал, что есть разница. И смотрите, это иллюстрация. Есть разница между естественным урожаем и духовным урожаем. В естественном мире этот плод падает. И если его не соберут, в конечном итоге он сгниет. Да. Но послушайте, что брат Кейт сказал о духовном урожае. Духовный урожай не гниет. Он остается там, так сказать, в поле, ожидая. Духовный урожай остается там, в ожидании. И я слышал, и это было много-много лет назад, когда брат Деннис Берк учил об этом. У меня есть местописание, о котором мы тоже позже поговорим. Но Деннис Берк говорил об этом. И он как раз говорил о том, что есть люди, которые посеяли, но не пожинают. Глория, там до сих пор есть тот урожай. Люди сеяли, и есть урожай. И он сказал, что мы в Царстве Божьем должны сейчас пожинать этот урожай. Я немного опережаю себя, но нам нужно пожать урожай, потому что он все еще там, в поле. Я слышал, как брат Кеннет проповедовал об этом и рассказывал о бабушке и дедушке. Они умели сеять, умели приносить десятину, но не знали о жатве с финансовых семян. Нет, не знали. Это пришло к ним уже позже в их жизни. И он сказал, что есть семя, посеяное ими, которое нам нужно пожать. Верно. И вот какие фразы сказал брат Кейт в учении правила жатвы. А именно, мы это все должны пожать. Мы обязаны собрать весь урожай. Точно так же, как ваш дедушка выходил и собирал те персики. Он собирал все. И мы должны сделать то же самое. Верно. Приведу пример. Но если вы это оставляли там, это сгнивало. Да. Но в духовном мире этот урожай по-прежнему там, в поле. Наш духовный урожай по-прежнему в поле. Итак, что я делаю? Как пастор, и вчера я делился этим с вами, в 2013 году наша церковь посеяла более 1 миллиона долларов, как семя, в другие служения, в другую работу Божью. Пожинаем, пожинаем. Нам нужно верить, что мы пожинаем весь урожай до конца. Аминь. Слава Богу. Я вас требую. Ангелы, идите и приносите урожай. Ангелы-жнецы, идите и доставляйте урожай. Знаете, я не вырос на ферме, но я слышал об этом. Я слышал, как вы рассказываете об этом, как брат Кеннет рассказывал об этом. Я слышал, как брат Кейт Мур рассказывал об этом. Сбор урожая – это очень активное время. О, да. Активная деятельность. Когда сеют семена, то выходят в поле, немного засевают, потом возвращаются, потом снова выходят и сеют какое-то количество еще. Но когда наступает жатва, все проявляют активность. О, давайте, давайте на работу, пойдите, собирайте урожай. В этом есть такое вдохновение. Библия говорит о радости урожая из-за удовольствия жатвы. И вы ежедневно должны поддерживать себе не только эту жизнь сеяния, но и образ жизни жатвы урожая. Каждый день мы с Терри встаем, когда в комнате еще темно, но кто-то из нас, обычно это я, просыпаюсь, и прямо посреди этой темноты, я говорю, мы ожидаем наше самое большое благословение и урожай за все время сегодня. Потому что на нас всех великая благодать. Как замечательно так просыпаться, Джордж. Мы так делаем. Мы так поступаем. Когда мы встаем, мы не начинаем свой день со слов «Доброе утро, дорогая». Нет, мы встаем и сразу начинаем с первого слова. Замечательно, мне это нравится. Я сейчас это все повторяю снова, снова и снова. Но во мне это просто бурлит. Наши первые слова... Я верю тебе. ...похожи на первые слова Бога. «Да будет свет». «Да будет свет». Так что... Слава Богу. Это чудесная привычка. Мы должны вставать каждое утро так, будто там нас ожидает урожай. И этот урожай готов для того, чтобы его пожали. Мы должны вставать именно с таким отношением. Существует урожай для жатвы. Существуют семи для посева. У вас есть слова, чтобы говорить? Я это понимаю, Джордж. Слава Богу. Слава Богу. В общем, Глория, я углубился в это все. И вот почему вы должны углубляться, укореняться и погружаться в изучении всего этого. Вот почему эти две недели мы проводим передачи на тему «Как пожинать свой урожай». Мы должны полностью погрузиться в эту тему, чтобы это стало таким реальным внутри нас. Чтобы... Я просто процитирую брата Кеннета. Вчера я записывал, и брат Кеннетт сказал... Он сказал, если до этого вы не представляли себя жнецом, начните так о себе думать. Глория мы жнецы. И это приводит нас к той теме, о которой мы сегодня говорим. Вы были созданы Богом, чтобы пожинать. Глория была создана, чтобы пожинать. Потрясающе. Мы с вами были созданы Богом, чтобы пожинать. Я жнец. Я жнец. Аминь. Скажите вместе со мной. Я... Я... Жнец. Жнец. Я собираюсь стать по-настоящему. Я собираюсь стать по-настоящему. Хорошим жнецом своего урожая. Хорошим жнецом своего урожая. Я такой говорю. Я хороший жнец. Я хороший жнец посеянного семени. И чем больше урожая, тем больше вы сеете. Чем больше вы собираете, тем больше вы сеете. Так что вы умножаетесь. Нельзя не испытывать преумножение. Одна из вещей, чему меня научил брат Кейт, и то, что мы должны знать, это то, что мы были созданы Богом, чтобы пожинать. Сеятель сеет слово. Сеятель сеет слово. Мы пожинаем стократный урожай. Это мне напомнило то, чему вы учили меня в течение дня. В 1979 году. Джордж, я рада, что ты слушал. Вы учили меня этому в 1979 году. Вы проповедовали о стократном урожае. А также это можно найти в книге Глории Копланд «Воля Божья и Просветания». Вам нужно прочитать эту книгу. У меня есть дома уникальный экземпляр, подписанный Глорией Копланд. Слава Богу. И там вы посвятили целую главу стократному урожаю. И вы сказали, что вам нужно сделать. Достичь такого состояния, чтобы каждый день, просыпаясь, вы говорили, «Этот стократный урожай работает для меня все время». Знаешь, иногда что-то уже начинаешь пропускать. Я уже давно этого не делаю. Спасибо тебе, Джордж. Я в этом. Я знаю, Глория, что нет ограничений. Нет ограничений для размера поля, которое мы можем засевать. У вашего дедушки было некоторое ограничение, потому что у него было определенное количество акров земли. Акров. Но у нас неограниченное количество акров, чтобы сеять в Царство Божие. Слава Богу, верно. И наше же сеяние становится все больше и больше. Жизнь сеяния Миссии Каната Копланда все время становится все больше и больше. Через это служение в Царство Божие были посеяны миллионы долларов. Это правда? Миллионы? Подумайте теперь об урожае. Мы востребуем урожай для Миссии Каната Копланда. Мы востребуем урожай для церкви Eagle Mountain. Да, аминь. Мы востребуем урожай для Джорджа и Терри. Да. Каната и Глории. Если вы только могли закрыть глаза и посмотреть на то, как выглядят ваши поля, перед моими глазами образ. Это картина с волнующимися колосьями урожая. Полями. Белыми от урожая. Поля белые от урожая. Слава Богу. Я вижу эти комбайны в поле. Эти духовные комбайны, которые пожинают урожай. И мы созданы Богом, чтобы пожинать. Позвольте мне на этом закончить. Да. Вы можете сами углубляться в эту тему. Но послушайте. Мы были созданы Богом, чтобы пожинать урожай. В «Бытие» первой главе сказано. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Плодитесь, сейте семя, пожинайте урожай». Именно это Адам и Ева делали. В «Бытие» 1, 29. Бог сказал, смотрите. «Я дал вам всякое растение, сеющее семя, какое есть на всей земле, и всякое фруктовое дерево для вашего блага». Как сказано в одном из переводов. «Я дал вам семя, а за каждым семенем стоит урожай». Слава Богу. Если он собран. Если он собран. Если его пожали. А мы созданы, чтобы пожинать урожай. Бог сотворил человека, чтобы пожинать. «В «Бытие» послушайте. Затем насадил Бог сад в Эдеме на востоке. Он поместил там человека, которого только что создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Да, произрастил. Приятное на вид и хорошее для пищи. Приятное для пищи. Они должны были пожинать. Они это собирали. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Он был там для того, чтобы ухаживать за садом. Я бы сказал, что сбор урожая был частью ухода за садом. Да. У нас остался ген жатвы. Правда, Джордж? У нас есть ген жатвы. Слава Богу. О, Глория, Глория, Глория. Это так хорошо. У нас есть ген жатвы. Кто-нибудь запишите это. Давайте включим наш ген жатвы и приступим к жатве. Это в нашей ДНК. Да, Джордж? Пожинать. Последнее писание. Бытие 8.22. Впредь во все дни земли, синие жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Сеяние жатва. Сеяние и жатва. Аллилуйя. Жатва. Слава Богу. Жатва. У меня всего 30 секунд. Хочу прочитать следующее. Целых 30 секунд. Матфея 6 глава. Я прочитаю. Вот о чем речь. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Почему мы лучше птиц? Потому что мы можем пожинать урожай. Мы можем насаждать, и мы можем пожинать. Мы можем пожинать. Ты горишь. Джордж настоящий янки, он совсем не умеет говорить по-южному. Но это хорошее начало. Я стараюсь. Ты горишь. Я стараюсь. Я стараюсь. Это хорошо. Да, я стараюсь. Я взволнован, Глория, потому что на этих передачах мы учимся. В течение этих двух недель мы учимся тому, как пожинать свой урожай. И это началось в 1999 году, когда брат Кейт Мур был у нас в церкви, и Господь дал ему слово в отношении того, что Бог опечален в нашем даянии. Почему? Потому что мы не пожинали. И в этом слове от Господа Бог сказал, что люди рассержены и раздражены на Бога, и они думают, сколько же еще я должен сеять и давать, что еще я могу делать. И они не осознают, что это наша ответственность — сеять семя. Бог дает умножение, но это также наша ответственность пожинать урожай. Верой в Слово Божье и Своими словами. Правильно. Хвала Богу. Абсолютно верно. И вот, что я записал в течение последних нескольких дней, когда мы записывали эти передачи, то, что сказала Глория. Например, духовный урожай не является сезонным. Он непрерывный. Да. Постоянный. Он не зависит от сезона, и он, конечно же, не зависит от экономики этого мира. Верно. Благодарение Господу. Он превосходит экономику. Также Глория сказала, «Если вы хотите вкусить, вы должны пожать. Если мы хотим попробовать клубнику, мы должны ее собрать». Верно. Кто-то ее собрал, чтобы вы могли ее попробовать. Правильно. Жатва в наших генах. Мы были сотворены Богом, чтобы пожинать. Мы говорили об этом. Мы сотворены Богом. Это заложено в нас — пожинать урожай. И затем вы сказали, «Вы говорите о жатве урожая». Джордж, ты, наверное, единственный, кто меня слушает. Большое спасибо. Я уверен, что вас слушает много людей. Да, эти Глории знают, что вы ее слушаете. Вы также сказали, что касается урожая, то его нужно собрать, упаковать и отправить. И затем вот что. О, да. Послушайте, мы цитировали это из статьи брата Кеннета, где он написал, «Если до этого вы не представляли себя жнецом, начните так думать о себе». Да. Он сказал, «Я жнец». Я жнец. Я жнец. Слава Богу. Вот кое-что из того, о чем мы говорили на прошлых передачах на этой неделе. Ну а сегодня, Глория, мы будем учить о том, и чему я был так благодарен, когда брат Кейт передал это слово для нашей церкви. И к тому времени у него уже была эта серия проповедей под названием «Правила жатвы». Я думаю, что она есть в архиве на его сайте «Правила жатвы». Так что темой сегодняшнего дня является именно эта тема «Правила жатвы». Я выписал это для себя, и мы будем подкреплять наше учение графическим изображением, чтобы вы могли видеть, каковы эти «Правила жатвы». Правило номер один – жатва не является автоматической. Верно. Абсолютно верно. Она не является автоматической. Потому что когда наступало время сбора урожая персиков, они не спрыгивали сами с дерева в корзину, в ящики. Они не спрыгивали сами. В корзину. В амбар. Точно так же. И за дверь. Дедушка с бабушкой брата Кейта Мура, когда он рос на ферме, и наступала пора жатвы, будили его до восхода солнца и говорили ему, «Ну же, Кейт, вставай, потому что урожай не выпрыгнет с поля в амбар сам по себе». Разве это не великолепно? Да. То есть существует определенная ответственность. Так или иначе, жатва не является автоматической. Правило номер два. Жатва является нашей ответственностью. Скажите это самому. Жатва – это моя ответственность. Это моя ответственность. Правило номер три – жатва требует веры. Жатва требует веры. Это верно. Итак, Глория, давайте рассмотрим эти утверждения. Давай, Джордж, выглядит хорошо. Правило жатвы. Правило номер один – жатва не является автоматической. И наше Писание – это притчи 10.5. Там сказано так. «Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Какое замечательное местописание. Потрясающее местописание. Спящий во время жатвы. Послушайте, мы не можем спать во время жатвы. Урожай, который мы получаем в процессе сеяния жатвы, не является автоматическим. Это то, что должно быть сделано. В одном из переводов Библии об этом говорится так. «Мудрый юноша косит пока роса. Но какой стыд видеть парня, который спит и упускает свою возможность». «Не получается спать и пожинать урожай одновременно». «Одновременно». «Записала». «Мы одновременно все записываем». «Не получается спать и пожинать урожай одновременно». И в этом переводе Библии, который мы только что читали, «Какой стыд видеть парня, который спит и упускает свою возможность». Я обратил внимание, что в этих переводах слово «жатва» и «возможность» являются синонимами. И они действительно связаны между собой. Послушайте, урожай является для нас возможностью возрастать, увеличиваться, расширяться, заниматься тем, чем мы раньше не занимались. И послушайте, мне также нравится, как об этом сказано в еще одном переводе. «Глупо рыбачить во время жатвы». Да. Вы пожинаете во время жатвы? Вы пожинаете во время жатвы. Абсолютно верно. Это установленное время? Да. Сбор урожая требует усилий с нашей стороны. Мы не должны проспать все время жатвы. И мы не должны позволить нашему урожаю остаться в поле. Его необходимо собрать. Собрать. Да. Давайте прочитаем еще несколько мест Писания. Притча 6, глава 6 по 8 стихи в одном из переводов звучит так. «Ты ленивый глупец». Это я не вам. «Ты ленивый глупец, посмотри на муравья. Внимательно последи за ним. Пусть он научит тебя кое-чему. Никто не указывает ему, что нужно делать. Все лето он заготовляет еду. Во время жатвы собирает себе пищу». Слава Богу. Аминь. Вот пример, который дан нам. Это перевод месседж. «Чтобы мы смотрели на муравья и на то, что он делает». Даже муравей понимает, что жатва не является автоматической. Есть такое время, когда следует собирать урожай. Есть такое время, когда вам лучше встать и выйти в поле. Да, верно. Для сбора урожая, для жатвы. Галатам 6.7. «Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Знаете, перед тем, как выйти в эфир, Глория говорила о том, как это место неправильно понимается. И на нем неправильно фокусируется. Его неправильно понимают. Мы читали это местописание перед передачей, и Глория сказала, что «посеешь, то и пожнешь». Да, именно так говорили в былые времена. И это истина. Но послушайте. Вы пожинаете, что посеяли. Можно сказать так. Вы пожинаете то, что посеяли. Вы так сказали. И это будет плохо. В этом есть намек на то, что урожай будет плохим. Но послушайте. Не обманывайтесь. Бог по ругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что бы ни посеял. Что бы ни посеял. Что бы ни посеял. Аминь. Знаете, мы смотрим на это местописание в свете сеяния. Таким образом, ясно, что человек определяет свой урожай сам. Да, послушайте. Потому что он сеет. Послушайте. Хорошо. Ясно, что человек определяет свой урожай потому, какое семя он сеет. Да, верно. Его урожай заложен в его семени. Да. Поэтому он знает, какой урожай он получит. Одна из вещей, которую вы с Канетом меня научили за эти годы, и что является фундаментальным писанием для этого служения, это евреям пятая глава. Становиться зрелым и сведущим в слове правды, праведности. И вы достигаете такого уровня, когда вы точно знаете, каким будет ваш урожай по тому семени, которое вы сеете. И вы точно знаете, как пожать этот урожай. И то, что вы сейчас сказали, вы определяете, каким будет ваш урожай, по тому, какое семя посеет. Значит, можно сказать, конкретное семя, конкретный урожай. Конкретное семя. Конкретный урожай. Вы называете его по семени. Точно так же. Когда мой дедушка сажал огурцы, он знал, что находится в этом семени. Он знал, что он получит. На пакетике с семенами было написано огурцы. Он никогда не получал тюльпаны, посадив огурцы. Такого никогда не было. Никогда такого не случалось. Конкретное семя. Конкретный урожай. Да. Не дайте себя обмануть, что Бог не хочет дать вам процветание. Послушайте, Бог по ругаем не бывает, потому что то хорошее, что вы посеяли, то хорошее вы и пожнете. Конкретное семя. Конкретный урожай. Итак, правило номер один. Жатва не является автоматической? Нет. Правило номер два. Обратимся к Евангелию от Марка, 4 главе. Великолепное местописание, когда мы говорим о жатве и определяем, чья в действительности это ответственность. И мы снова должны вернуться к этому образу фермера, который выходит в поле и сеет это семя. Тяжело работает, поливает, пропалывает сырники, делает все необходимое для получения хорошего урожая. И который, когда придет время жатвы, не сидит на крыльце и не говорит, «Посмотрите-ка туда, там есть урожай», ожидая, что он сам выпрыгнет с поля прямо в амбар. Нет, у нас есть ответственность. И она здесь. Ее можно увидеть в Марка, 4 главе, в 26 стихе. Позвольте я это открою. Марка, 4 глава, 26 стих. Это так хорошо. О да. У меня тут в Библии уже не осталось полей. Ваша Библия вся исписана. У меня есть эта часть. Вся исписана. В 26 стихе сказано, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, или можно сказать, когда пришло время, когда пришло время, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Мог ли он оставить его там? Он мог. Да, мог. Он может и не пожинать это после того, как он это посадил. И многие люди оставляют это в земле. Они могли чем-то заинтересоваться и верить Богу. Но затем упустили это. К слову сказать, мы должны быть в этом постоянными. Да. Точно так же, как мы все время должны оставаться наверху в духовном плане. Да. Мы не можем быть ленивыми. Не можем быть ленивыми. Не можем расслабляться ни на минуту. Но послушайте, это жизнь в радости. О да, вы в правильном месте все время. Потому что, чем больше вы это делаете, чем больше вы сфокусированы на слове, чем больше вы размышляете над словом Божиим и исполняете его, тем больше вы этим пропитаны. И, Глория, вы с Кеннетом научили нас, затем наших внуков, теперь правнуков, что ключ к настоящей жизни, не просто к жизни, а к процветанию. Да, к процветанию. Это полное погружение в Слово Божье. Полное погружение. И когда мы полностью погружены, то чем больше мы проникаемся Словом Божьим и пропитываемся, тем сильнее мы становимся. И тем больше мы способны справляться с любыми приходящими атаками. С тем, что происходит вокруг. Возрастайте в Слове. Ну, а мы всегда на высоте. И наша вера всегда готова действовать. Это то, чему вы нас научили. И тут я хочу задать три вопроса. Номер один. Кто сеял? Ответ. Человек сеял. Человек. Человек должен бросить семя в землю. Да, верно. Кто давал рост? Кто взращивал? Бог. Тут сказано, земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И вот еще один вопрос. А кто пожинал урожай? Человек. Человек. Когда же созреет плод? Немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Что, если ты этого не сделал? Если ты не послал серп? Урожай останется в поле. Он гниет на поле. Вот что я хочу прочитать вам, Глория. У меня есть это в моих заметках. Это цитата брата Копланда из календаря победы от веры в веру. 9 июля. Это статья называется «Боритесь с сорняками». Иисус сравнил Царство Божье с синим семени и сбором урожая. Это очень простая концепция. Каждый из нас ее понимает. Тогда почему же не все мы приносим невиданный урожай в свое время? Потому что мы просто сидим и ждем, пока Бог сделает все за нас. Вот оно. Жатва является нашей ответственностью. Она не является автоматической. Это правило номер один. Правило номер два. Это наша ответственность. Как мы уже говорили, урожай сам не выпрыгнет с поля в амбар. Мы должны его пожать. Мы должны его взять, собрать. Есть определенные вещи, которые мы должны делать. Я хочу немножко прерваться. Я делаю это каждый день. Я использую свою веру. Я востребую урожай. Приди ко мне во имя Иисуса. Да. Я пожинаю этот урожай во имя Иисуса. И здесь Нинзуэ написал местописание. Второзаконие 24.19. Здесь речь идет о том, когда вы пожинаете урожай в поле. Знаешь, мы сейчас говорим о положительном. О жатве урожая. Да. Но закон работает в обе стороны. Он работает в вашу пользу или против вас. Зависит от ваших слов. Если вы говорите правильно, он работает правильно. Вы получаете благословение. Если вы говорите неправильно, он работает в плохую сторону. И благословения нет. Проклятие. Если благословения нет, тогда что есть? Что тогда остается? Проклятие. Мы поговорим об этом в последний день. Да. Но сейчас я кое-что хочу сказать. Да. В Исаии есть местописание, в котором говорится, что слова наших уст похожи на большие комбайны. И похожи на жнецов. Совершенно верно. Мы пожинаем своими словами. Верно. Слава Богу. Хорошо. Давайте еще посмотрим кое-какие заметки. Правило номер три. Из правил жатвы. Экклезиаста 11.4. Я прочитаю это. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. В одном из переводов сказано так. Тот, кто смотрит на ветер и ждет всяких благоприятных условий, тот не сеет. Да. И тот, кто считается с облаками, не будет жать. Иными словами, нас не должно волновать то, что мы видим вокруг себя. Обстоятельства. Обстоятельства вокруг нас. Состояние экономики в нашей стране. Послушайте, мы же живем в Царстве Божьем. А Царство Божье работает совсем по другой системе. Знаете, люди смотрят всякие передачи о взлетах и падениях экономики, о капиталовложениях, инвестициях и все такое, о состоянии рынка. Послушайте, Царство Божье всегда на подъеме. Всегда. Оно всегда на подъеме. Оно всегда на подъеме. И сеять всегда хорошо. И пожинать всегда хорошо. И мы всегда должны быть на подъеме. И мы должны быть. В одном из переводов сказано, фермеры, которые ждут совершенной погоды, никогда не сажают. Если они наблюдают за каждым облаком, они никогда не пожинают. Поэтому люди, постоянно смотрящие на отрицательные условия вокруг себя, лишены уверенности. У них не получается сеять, и затем у них не получается пожинать. Знаете, если вы не являетесь человеком веры и не можете побеждать словами своих уст то, что вы видите и слышите, то лучше не смотрите новости. Не смотрите. Держитесь подальше от этого. Пребывайте в Слове Божьем. Если вы хотите преодолеть этого своими словами, тогда вам нужно смотреть на это, как говорят в мире, скептически, и говорить, это не я. Это не я. Вам говорят, что приближаются проблемы, идет депрессия, наступает то и это. Вы не должны хвататься за голову и говорить, о нет, что же я буду делать? Вы говорите, нет, это не обо мне, я сеятель. Я приношу десятину, я благословлен во имя Иисуса. Абсолютно верно. Галатам 6,9, в одном из переводов, там сказано так. Не дадим себе устать, делая добро. В правильное время пожнем хороший урожай. Да, аминь. Если не оставим, и не сдадимся. Если не оставим. Не сдавайтесь. Не прекращайте действовать. Да. Подключайтесь. Действуйте вместе с нами. Вы сеятель, вы приносите десятину. Если нет, тогда вам нужно начать отделять десятину и начать сеять финансовые семена, чтобы пожать урожай. Вы должны говорить правильные слова. И вы должны говорить правильные слова. Бытие 26,12. В одном из переводов сказано так. И сеял Исаак в земле той, в голод. И в тот же год он пожал стократный урожай, потому что благословил его Господь. Это показывает, что урожай не зависит от обстоятельств в этом мире. Да, верно. Или сезона в этом мире. Да. Это зависит от нашего сезона. Мы можем непрерывно пожинать. Да. Даже в самые тяжелые времена. Мы непрерывно пожинаем. Вы знаете, это служение переживало несколько трудных периодов. Тяжелые времена. Несколько миллионов долларов. Я уже в этом служении около 38 лет. Но я наблюдал. Вот что. Кеннет и Глория Копланд твердо стояли в вере. Они верили Богу. Они не оставили Божье дело. Да, аминь. Они не сдались. И мы продолжаем пожинать урожай. И знаете что? Сегодня в миссии Кеннет и Копланда все счета оплачены. Да. Все нужды восполнены. Здесь нет долгов. У этого служения нет долгов. Да будет слава Богу. Потому что Кеннет и Глория стояли на основании Слова Божьего. Из Еремии 17 главы 7-8 стихов. Я этим закончу. Благословенны те, кто надеется на Господа. Да. И сделали Господа своим упованием и уверенностью. Вот именно. Они как деревья, посаженные вдоль берега реки, пускающие корни глубоко в воду. Этих деревьев не касается жара. Их не беспокоят длинные месяцы засухи. Их листья остаются зелеными. Аллилуйя. И они никогда не перестают плодоносить. Скажите, это я. Это я. Слава Богу. И мы действительно получаем свидетельство. Люди делятся тем, как они смотрят и слушают наши передачи, как это изменяет их жизнь. И знаете, единственным путем обновить ваш разум по Слову Божьему является то, что вера отслышания от Слова Божьего. И применение этого Слова Божьего. Да, применять. Именно это мы здесь и делаем. И, Глория, давайте быстро обобщим то, что мы прошли за последние пару дней. Хорошо. Я делился этим словом, которое пришло через брата Кейта Мура, который проповедовал нашей церкви в 1999 году и высвободил это слово. Что ж, это дало мне толчок. Это поставило меня на этот путь изучения, с которого я с тех пор не схожу. Так что то, что мы сейчас делаем, является кульминацией 15-летнего изучения, обучения и получения знания на эту тему. И тогда брат Кейт Мур проповедовал нашей церкви. И перед тем, как проповедовать, он получил слово от Господа для нашей церкви. Послание для нашей церкви. И вот я сижу на сцене, взволнованный по поводу послания для нашей церкви от Господа, и вдруг говорится, сердце Бога опечалено. Бог был опечален, что мы не пожинали урожай. Да. И брат Кейт Мур тогда сказал, некоторые люди разочарованы и рассержены на Бога. Сколько еще я должен давать? Вы думаете, что ждете Бога? Вы думаете, что жатва является автоматической? Вы думаете, что поскольку вы посеяли финансовые семена, то все теперь дело в Боге? Вы сидите, расслабившись, и думаете, что оно само к вам придет? Это неведение и путаница. Они часто вместе. Сильные слова. Неведение и путаница. Да, правда. Но я призываю вас, говорит Господь, услышать слово от Господа, принять решение и сказать, я не просто хороший даятель, я хороший жнец. Я стану по-настоящему хорошим жнецом. Итак, Глория, мы узнали, по крайней мере, я узнал, что в вопросе умножения жатва урожая является этим недостающим звеном. Я верю в это. Нас учили давать, нас учили сеять, но на самом деле так мало учили о жатве урожая. И теперь, благодаря познанию Слова Божьего, мы становимся намного лучшими жнецами. Мы узнали, что мы были созданы Богом, чтобы пожинать урожай. Да, верно. Как вы сказали, у нас есть ген жатвы, это в нашей ДНК. То есть это заложено внутри нас, мы являемся жнецами. И это то, что Бог призвал нас делать. Мы также узнали правила жатвы. И то, что жатва не является автоматической, жатва является нашей ответственностью, что мы должны пожинать верой, пожинать при помощи слов веры, которые мы провозглашаем и говорим. Мы не должны терять уверенность, отступать или сдаваться, что мы пожнем урожай. Мы пожнем, если не ослабеем, то есть не сдадимся и не отступим. И мне нравятся эти несколько цитат, которые я записал для себя. Вот одна из цитат брата Кеннета Копланда. «Если до этого вы не представляли себя жнецом, начните так думать о себе». Это хорошо. «Я такой». «Я жнец». «Аминь». «Я жнец». «Хвала Богу, аминь». А Глория Копланд сказала, «Жатва не является сезонной. Она непрерывна». «Да». «Так мы и поступаем. Мы не ограничены одним большим урожаем на один год». «Вы когда-то так делали?» «Я так делал. И Господь исправил меня в этом. Когда что-то большое приходило к нам с Терри в семью, в таких случаях есть соблазн думать, «Хорошо». «Вот это будет нам на целый год». Нет, нет, как я уже делился с вами. Каждое утро, когда я просыпаюсь, мы начинаем с Терри друг другу проповедовать. И вот что мы говорим. «Я ожидаю сегодня мое самое большое благословение, потому что на нас всех великая благодать». Да, мне это очень нравится. «Я ожидаю этого. Я ожидаю свой самый большой урожай сегодня». Я говорю это еще до того, как мы с утра еще включаем свет в комнате. Это хорошо, Джейдж. Это приходит. Мне это нравится. «И с темноты и приносит свет». Я тоже буду так делать. Первые слова так важны. Так важны. Первые слова, которые вы говорите. Существует закон первого упоминания. Это закон первого упоминания. Знаете, я здесь кое-что добавлю. Что мы с Терри делаем, когда молимся над нашей едой? Мы не просто говорим «Спасибо тебе, Господь, за еду. Аминь». Иногда у нас проходят целые молитвенные собрания. Иногда нам даже приходится снова разогревать еду. Но, послушайте, в этих молитвах мы востребуем урожай. Овладеваем тем, что нам принадлежит. Тем, что является нашим. Итак, вы сказали, что любое время является временем сеяния. И если вы хотите это вкусить, вы должны это пожать. Если вы хотите вкусить добрые плоды, тогда вы должны сначала пожать эти добрые плоды. Вы должны насадить. И вот что вы еще сказали. Вам нужно это собрать, упаковать и отправить. Мне это нравится. Да. Вот о чем мы говорили в последние несколько дней. Ну а сегодня давайте поговорим, Глория, о связи между десятиной и жатвой. Между ними есть связь. Слава Богу, я хочу это услышать. Очень серьезная связь. Между приношением десятины и жатвой. Не так давно я готовился собирать пожертвования нашей церкви. И Господь дал мне такие слова. Влияние десятины. Это хорошо. Мне это нравится. Влияние десятины. Эффект, который приношение десятины оказывает на все, включая то, что вы сеете и то, как вы пожинаете. Так что я хочу сегодня рассмотреть эту тему. Успешный жнец приносит десятину. И главный пункт, который мы хотим здесь раскрыть, состоит в том, что будет очень трудно пожать, если нет поступления. Приношение десятины является определяющим фактором урожая. Это действительно так. Потому что когда вы приносите десятину, вы вовлекаете Бога в ваше дело. Да. Это истина. Я ищу свою ручку. А Он может сделать все намного лучше, чем это можете сделать вы сами по себе. Я пишу, вы вовлекаете Бога в ваше дело. Чтобы это ни было. Чтобы это ни было. И Он может сделать все намного лучше. Это так. Я слышал, как об этом проповедовали другие люди. Да. Это связь завета. Да. Приношение десятины является связью завета. Если вы не приносите десятину, то на сегодняшней передаче вам лучше принять такое решение. Приношение десятины – это 10%, которые принадлежат Богу. И Бог делает вот что. Он снова вкладывает их в нашу пользу. Знаете, это 10% вашего общего дохода. Вы можете сказать, ну, мой доход и так недостаточный. Но по этой причине вам нужно привлечь Бога в свое дело. Слава Богу. Хорошо. Мы совсем не испытывали преумножения, пока не стали верными в отношении десятины. Мы с Терри делаем это как муж и жена. Вместе. С того времени, как мы женились. И у вас был в чем-то недостаток? Не было недостатка. Аминь. Вот, пожалуйста. Мы ни в чем не нуждались. И наше даяние постоянно умножается. Я так благодарен, что мы можем приносить десятину. Даже в неблагоприятное время мы все равно приносим десятину. И это служение тоже отделяет десятину. 10% от пожертвований, которые приходят в миссию Кеннета Копланда, отделяется как десятина. И сейчас это 50 миллионов, которые приносятся этим служением, как десятина. Когда ты знаешь, что приносишь десятину, то приходит уверенность, что ты можешь встать перед дьяволом и сказать, я выхожу против тебя, как тот, кто приносит десятину. Если вы приносите десятину в вере и верите Богу. Да. Вы должны высвобождать свою веру. Это открывает окна небесные. Верите Богу. Перед вами и изливаются благословения. Но давайте рассмотрим несколько мест Писания об этом, потому что я верю, что это важно. И вот один из моментов, который показал брат Кейт. В его учении под названием «Правила жатвы» он говорит, кроме всего остального, почему люди не пожинают урожай, одной из причин является то, что они не приносят десятину. Не приносят десятину. Не приносят десятину. Давайте посмотрим, что об этом говорится в притчах 3 главе, в 9 и 10 стихах. Вот как сказано об этом в одном из переводов. «Почитай Господа от всего своего состояния и от начатков всей своей прибыли, и наполнятся твои амбары до избытка, и прессы будут переливаться новым вином». Слава Богу. В синодальном переводе сказано «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Кто-то смешно произносил это слово. Да, Кейт Мур говорил это смешно. «И наполнятся житницы твои до избытка». Подумайте о слове «житница» в ее отношении к урожаю. Хорошо. «Туда попадают плоды жатвы». Они попадают в амбар, в хранилище. Хорошо, еще о десятине. «Приношение десятины не является сеянием». «Приношение десятины» — это возврат Господу того, что принадлежит ему по праву. «Принадлежит ему». «Возвращение Господу начатков вашей прибыли». «Десятина принадлежит Богу». И, Глория, мы переняли это у вас. Мы с Терри переняли это от вас с Каннетом. То, как вы решаете вопрос с десятиной. Мы проводили вместе больше времени в молитве относительно своей десятины. Вот что мы обычно делали. Мы брали десятину в церковь, а затем наступало время поклонения, отдельное время, и мы отделяли время для молитвы над своей десятиной, как это делаете вы с Каннетом. Мы не просто автоматически отдаем десятину, просто потому что так надо. Нет. Мы должны вместе помолиться на десятины. Высвободить свою веру. Поэтому воскресным утром мы выделяем это время перед тем, как идем в церковь, и это 15-20 минут, иногда полчаса, чтобы помолиться над этой десятиной. Бывало так, что мы ехали в машине, в церковь, я вынимал этот конверт и протягивал его, и говорил, «Господь, мы забираем из своего дома эти освященные вещи, и мы несем их к Тебе». Да, аминь, это хорошо. Буквально несем их к Тебе. Посвященные вещи, отделенные вещи. Мы отделили это. Мы выезжаем из дома и везем это с собой. Тебе, Господь. Нам даже в голову не приходило не приносить десятину. В нашем доме этот вопрос даже не рассматривается. Почему? Потому что мы хотим, чтобы наши житницы были наполнены. Были наполнены. Потому что мы помним времена, когда мы не приносили десятину. Да, верно. И наши житницы не были наполнены. Наши житницы не были наполнены. Они не были полными. Нам нужно привлекать Бога, чтобы получать благословение на наши деньги, на наше все, наше приумножение. И приношение десятины – это почитание Бога. Да, именно так это есть. Поэтому вот так мы поступаем. Почитайте Бога. И у нас есть время пожертвования. Когда вы отделяете время, чтобы почтить Бога своими десятинами и пожертвованиями. И мы возносим это перед Богом и этим поклоняемся Ему. И Иисус является первосвященником десятины, по Слову Божьему. Он принимает эту десятину. Он идет к Отцу и поклоняется Отцу Небесному нашими десятинами. И это важно. Это важно для того, чтобы быть успешным в жатве. Это связь завета. Есть связь десятины и урожая. Есть влияние десятины на наш урожай. Я прочитаю еще одно местописание. Левит 27.30. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. Вот почему люди не пожинают урожай. Потому что не приносят десятину. А отсутствует эта связь завета. Получается, вы удерживаете то, что принадлежит Господу. Вы удерживаете то, что принадлежит Богу. И вы препятствуете благословению рыбы. Да. Если мы удерживаем десятину и не отдаем ее, то как могут открыться небесные окна и благословение злиться на нас? Вот что я еще узнал от брата Кейт Мура. И то, что узнал от всех вас, кто проповедует об этом. Вот что Господь показал мне в отношении десятины. «Приношение десятины защищает урожай». Слава Богу. «Приношение десятины – это гарантия защиты нашего урожая». «Приношение десятины открывает дверь для благословения». И это то благословение, которое Господь послал вперед. И оно будет восполнять ваши нужды, даст вам все необходимое. Будет благословлять вас, беречь ваше здоровье, хранить ваше процветание. Так что наше приношение десятин открывает дверь для сверхъестественного движения Бога. Знаете, Он не приходит и не сбивает вас с ног в вашей жизни. Вы должны открыть дверь. Вы не были спасены тогда, когда могли бы. Или я могла бы. Потому что я раньше не знала о том, что нужно открыть дверь. Я не знала, что нужно открывать дверь. Дверь не была открыта для Него. Я не принимала его. «Приношение десятины» держит эту дверь открытой, когда вы делаете это в вере. Вы можете приносить десятину без веры, но это не то же самое. А когда вы приносите десятину в вере, вы поклоняетесь Богу этой десятиной. Мы с Кенетом молимся над своей десятиной. Мы ею поклоняемся Богу. Мы верим Богу. Это действительно идет нам на пользу. И мы благословлены. «Приношение десятины» идет нам на пользу. Да. И «Приношение десятины» также идет на пользу нашему урожаю. Это защищает наш урожай. Давайте обратимся к книге Малахии, к третьей главе. Мы увидим здесь этот ключ, как наш урожай может быть защищен и как десятины связаны с нашим урожаем. Малахии 3.9 «Проклятием вы прокляты». Нет, давайте начнем с восьмого стиха. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Только не его. Только не его. А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? «Десятину и приношениями». Позвольте мне здесь сделать следующее утверждение. Вот эта фраза. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Однажды я изучал кое-что в отношении пожертвований в церкви. И Господь послужил мне. Он сказал, «Джордж, ты можешь украсть у меня мое желание. Благословляй тебя». «Ой, это хорошо. Не отбирай». «Ты можешь украсть у меня желание». «Не отбирай этого у меня». «Мне это нравится». «Не удерживай это от меня. Не кради у меня возможность приносить тебе умножение и увеличивать тебя, и перевести тебя на другой уровень, и перевести тебя на более высший уровень». Да. Это действительно был голос отцовской любви, который пришел ко мне. Но здесь в 10-м стихе сказано, «Принесите все десятины». Это расширенный перевод Библии. «Все 10% вашего дохода в хранилище, чтобы в доме моем было мясо, пища, продукты». «Испытайте меня теперь», — говорит Господь Савов, «не открою ли я окон небесных». Не знаете это слово «открыть»? Я пытаюсь открыть свою Библию, потому что я тут сбоку написал. На иврите слово «открыть» означает «вскрыть, разрезав и распахнуть». «Вскрыть, разрезав». Вот что означает «открыть». Вот что он хочет сделать. Это результат приношения десятины. «Окон небесных, и не изолью ли на вас благословение в таком избытке, что не будет места принять его». Хорошо. «И я», вот оно, вот связь с урожаем, «я запрещу пожирателю ради вас». Слава Богу. «Пожиратель» на иврите означает «поедатель семян» и «вредитель, уничтожающий урожай». Ты читал на полях сноску к 10 стиху? Что там сказано? «Изолью на вас благословение». Там сказано «выплесну». Выплесну. Выплесну благословение. Выплесну, выплесну. «Что не будет места принять его». Разве не прекрасно? Да, хорошо, слава Богу. Аллилуйя. Здесь хорошо напечатано. Вот что он делает. Он открывает небесные окна, посылает дождь на семя, которое мы посеяли. И потом он говорит «я запрещу пожирателю, тому, кто поедает семена и уничтожает урожай». Ради вас. Пожиратели семян. Послушайте это. Вы можете отнести этих пожирателей семян к чему угодно. Как насчет процентов посуды? Потому что вы вынуждены брать кредит. Да, Глория, это пожиратель семян. Боже мой. Да, да, да. Он не уничтожит, не испортит, не нанесет ущерб, не разрушит. Плоды вашей земли и ваша виноградная лоза не сбросит свои плоды раньше времени на поле. Мне это нравится. Еще в одном переводе сказано «Я не дам вредителям уничтожить ваш урожай, и виноградные лозы на вашем поле не сбросят свои плоды». В еще одном переводе сказано «Ваши урожаи будут обильными, потому что я буду охранять их от насекомых и болезней. Ваш виноград не будет падать с лозы до созревания», говорит Господь Самого. Фактически, здесь сказано, Глория, что существует защита урожая. И это десятина. Десятина. Благословение является защитой. И благословение высвобождается благодаря десятине. Давайте посмотрим вот еще на что. У нас нет времени подробно об этом поговорить. Да. Но вы можете сами для себя это изучить. Хорошо, посмотрите, что сказано в новом живом переводе. Это все, что я изучал в отношении десятины. Тут сказано «Открою для вас небесные окна и изолью благословение». Изолью благословение настолько обильное, что у вас не будет места внести его. Попробуйте это. Давайте я вам это докажу. Ваши урожаи будут обильными, потому что я буду охранять их от насекомых и болезней. Ваш виноград не будет увядать, пока не созреет. Все народы будут называть вас благословенными и будут называть вас благословенными, потому что ваша земля будет такой прекрасной. И мы, конечно же, будем кричать «Мы не можем, мы не можем больше вместить». Это очень нравится. Вот это урожай. Слава Богу. Вот это урожай. Спасибо тебе, Иисус. Фермерский эксперимент с приношением десятины. Пэрри Хейден слышал проповедь своего пастора о приношении десятины и решил провести эксперимент и посмотреть, какой урожай может принести одно зерно. Его планом было посеять пшеницу на одном кубическом дюйме, или 360 дюйм. Он посвятил Господу, что за период в шесть недель он принесет десятину в 10%. То есть шесть лет, и он принесет десятину в 10% урожая и посеет остальное. В первый год он взял участок 4 на 8 футов и засеял их семенами. Слава Богу. Во время жатвы он соскребал землю, чтобы собрать все зернышки пшеницы. Каждое бесценное зернышко шло в счет. Первый год принес 50-ти кратный урожай. Он принес десятину. Потом он посеял на участке в 24 на 60 футов, чтобы собрать собранное в первый год. И снова отдал десятину. В третий год нужен был больше участок, в три четверти акра. Он снова отдал десятину. Потом 14 акров. Пятый год посев занял 230 акров. На шестой год он уже на 2600 акрах посеял 5000 бушелей. То есть 360 зерен превратились в 55 миллиардов зерен. И самый большой урожай составил всего 50 крат. И Перри Хайден заработал за 6 лет 288 тысяч долларов по сравнению с фермерами, которые заработали в среднем 21 тысячу долларов. Эксперимент сработал. Бог может благословить ваш урожай, когда вы приносите десятину. Это чудесно. Воля Божья. Спасибо за слово. Для нас процветать. И один из пунктов, которые Бог дал вам с Кеннетом в качестве миссии этого служения, одна из формулировок, задачи этого служения, если хотите, это учить законам, которые управляют сверхъестественным умножением и процветанием. Законы, которые управляют изобилием. Именно это мы с вами тут и делаем. Точно так же, как вы учили Терри и меня, когда мы поднялись до такого уровня, чтобы учиться процветать. И сегодня мы свободны от долгов благодаря тому, что вы с Кеннетом нас научили. Именно для этого мы здесь, чтобы помочь вам подняться с одного уровня на другой, чтобы вы могли прорваться и поднялись до таких высот умножения, которых никогда до этого не испытывали, чтобы иметь возможность служить этими вещами другим. Поэтому мы учим о том, как пожинать свой урожай. Это началось в сентябре 1999 года, когда брат Кейт Мур приехал к нам, и у него было слово от Господа для нашей церкви, Игл Маунтин. Это слово начиналось с того, что сердце Бога опечалено. Это очень подбодрило в тот момент, да? Я чуть не упал со стула от того, что сердце Бога опечалено в отношении нашей церкви. Но его сердце было опечалено из-за того, что мы не пожинали урожай. Мы хорошо сеяли, но нехорошо пожинали. И Господь сказал, некоторые люди разочарованы, рассержены на Бога. Сколько еще я должен давать? Вы думаете, что ждете Бога. Вы думаете, что жатва является автоматической. Вы думаете, что поскольку вы посеяли финансовые семена, то теперь все дело в Боге. Некоторые люди действительно думают, что жатва является автоматической. Вы просто бросаете в корзину, оно к вам вернется. Просто как бы нужно переждать. Все требует веры, чтобы проявиться. Я не хотела тебя перебивать, но не смогла сдержаться. Все требует веры для того, чтобы проявиться. Во всем требуется вера, чтобы пришло проявление. И точно так же, как ваш дедушка выходил и собирал те персики. У нас есть ответственность делать то же самое в отношении урожая, который пришел из-за семени, которую мы посеяли. Господь сказал, «Я призываю вас услышать слово от Господа, принять решение и сказать, «Я не просто хороший даятель и сеятель, я хороший жнец». Давайте скажем это вместе. Да, это верно. «Я не просто хороший даятель». «Я не просто хороший даятель». «Я хороший жнец». «Я хороший жнец». «Я стану по-настоящему». «Я стану по-настоящему». «Хорошим жнецом». «Хорошим жнецом». «Аллилуйя». Мы также узнали, что жатва стала недостающим звеном для умножения в изобилии. И мы об этом говорили на этой неделе. А также о том, что мы сотворены Богом, чтобы быть жнецами. Что ген жатвы находится внутри нас. В нашем ДНК есть это желание пожинать. Мы говорили о трех правилах жатвы. Жатва не является автоматической. Жатва является нашей ответственностью. И что мы пожинаем верой. Жатва требует веры. Необходимо верить Богу. Затем вчера мы говорили о связи между приношением десятины и жатвой. И мы узнали вчера несколько интересных вещей. О связи. О влиянии десятины на урожай. Мы кое-что прочитали вчера из ваших заметок в Библии. Вы не можете дать по-настоящему правильное пожертвование, пока не принесете десятину. И это замечательное утверждение. Да. Десятина была предназначена Богом как защита для урожая. Я запрещу поедающим семена и пожирателям, и они не уничтожат урожая. Чтобы вы могли приумножаться. Чтобы вы могли пережить умножение. И успешный жнец это тот, кто приносит десятину. Аминь. Успешный жнец это тот, кто приносит десятину. И сегодня, Глория, мы поговорим о сеянии и жатве. Успешный жнец сеет семя. И для нас это важно знать. Потому что я слышал, как вы раньше говорили, что это сеяние и жатва. Сеяние и жатва. Да. Вначале сеяние. Сеяние идет вначале, а затем идет жатва. Я верю, что это как раз то, что я узнал. Если бы ты был фермером и вышел в поле пожинать урожай, но перед этим ничего не посеял, у тебя был бы очень скучный день. Да, верно. Был бы очень скучный день. Нужно посеять, чтобы пожать. Нужно посеять, чтобы пожать. Да. Необходимо. И когда я слушал серию проповедей брата Кейт Мура, которую рекомендую вам, правила жатвы, вы можете найти ее на его сайте. Почему люди не пожинают урожай, или почему они пожинают маленький урожай? Это происходит потому, что они не приносят десятины и не сеют. Так что сегодня мы сосредоточимся на теме сегодняшнего дня. Для некоторых из вас это может быть просто повторением. Возможно, это будет повторение или то, что вы изучали до этого. Но, как кто-то однажды сказал, не настраивайте себя против новой истины, которую Бог хочет донести до вас из Слова Божьего. Нельзя говорить, ну, я слышал это раньше. Знаете, как это было в отношении брата Хиггена? Когда к нему подошел однажды мужчина и сказал, когда уже вы перестанете проповедовать Марка 11, 23? Брат Хигген посмотрел на него и сказал, когда вы его поймете. Да, верно. Мы должны это понять. Так что мы снова будем проходить эти истины в отношении сеяния и жатвы. Галатам 6 глава и начнем с 7 стиха. И я думаю, что у вас есть... Ты хочешь, чтобы я прочитала расширенный перевод? Я бы хотел это услышать. Я прочитаю синодальный перевод и затем из расширенного перевода. Но успешный жнец сеет семя. Здесь сказано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Дальше тут сказано, «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тлиния, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Мне это нравится, потому что здесь очень конкретно сказано, что нужно сеять, а что не нужно сеять. И действительно, когда вы сеете, когда мы сеем, понимаете, когда мы сеем семя в церкви, это сеяние в дух. Вы сеите в дух. И как говорит Слово Божье, вы пожинаете от духа духовные вещи. Пожинаете от духа из Царства Божьего. Благословения Авраама. Мы их пожнем, потому что мы сеем в дух. Да. Что посеет человек, то и пожнет. Да. Поэтому мы сеем правильные слова. Мы сеем свои глаза в правильном месте. Да. Мы не сеем в себя то, что неправильно, или то, что грех. Мы сеем в дух. В дух. Согласно Слову Божьему. Верно. И мы пожинаем от духа. Слава Богу. Мы пожинаем от духа. Мы пожинаем от духа исцеление, всякое благословение. Да. Да. Процветание. Да. Здравость. Мир. Почему? Как мы это получаем? Мы сеем в дух. Знаете, у вас есть статья, которую я хочу использовать в тезисах. И название этой статьи «Пожните урожай здоровья». Слава Богу. Вы только что это сказали. «Пожните урожай исцеления, здоровья». А что сказано в вашем расширенном переводе в Галатах 6-7? Что там? Не обманывайтесь, не заблуждайтесь и не сбивайтесь с пути. Ты записал? Да, записал. Бог не позволит, чтобы мы над Ним насмехались, чтобы Его презирали, пренебрегали им и издевались с помощью простых претензий, или заверений, или же когда Его наставления я никогда раньше не замечала этого, когда Его наставления отодвигаются в сторону. Поразмышляйте, задумайтесь над этим. «Тот неизбежно обманывает себя, кто пытается обмануть Бога. Ибо, что бы ни посеял человек, только это он и пожнет». Это ведь ясно сказано. Верно? Предельно понятно. Да. Чтобы пожать урожай, все начинается с основания, которое состоит в том, что мы приносим десятину и сеем семя. И это напомнило мне, что мы через минуту будем читать это местописание. Бог дает семя сеющему. И время от времени я стою перед своей церковью и спрашиваю их, «Сколько сеятелей есть у нас сегодня в церкви?» И повсюду поднимаются руки. «Сколько у нас сегодня тех, кто приносит десятину?» Повсюду поднимаются руки. И мы называем себя сеятелями. Бог дает семя сеющему. И самое прекрасное в этом то, что если вам нечего посеять, Бог даст вам семена. Он даст вам семена. Он даст вам для того, чтобы начать сеять. Он даст вам. Это мне напомнило историю о том, как брат Кеннетт был в Талсе и хотел стать партнером Орла Робертса и посеял карандаш. Да, верно. Посеял карандаш. Это все, что у него было. У него не было денег. И потом, что там произошло? К нему подбежала женщина и сказала, «Господь сказал мне...» «Беспокоит меня». «Побеспокоил меня, чтобы я дала вам эти деньги». «Дай мне, что там было 20 долларов или сколько?» «Думаю, там было 10 или 20 долларов». Слава Богу. И Кеннетт подбежал. Он хотел положить деньги в пожертвование, но у него не было денег. Да. Понимаете, он пожал урожай. Да, пожал. В тот же самый момент он получил немедленный урожай, который пришел к нему. Потому что его сердце было в сейме. Его сердце было в этом. И он точно знал, что нужно сделать. И он побежал за этой корзиной, взял конверт, вытащил карандаш и положил эти деньги. Если сегодня вы находитесь в таком положении, когда вы говорите, «Я хочу быть сеятелем. Я хочу сеять семена». Вам лишь нужно попросить Бога, «Отец, и я принимаю семя, чтобы посеять». И Бог быстро даст его вам. Да. И знаете, это не обязательно будут деньги. Чтобы это ни было, у вас должно быть что-то. Да. У всех есть что-нибудь, чтобы посадить. Время, способности, таланты. Все, что мы можем отдать, Бог умножит и вернет нам назад. Слава Богу. Здесь мы можем видеть, что мы сеем в дух и пожинаем от Духа. И давайте откроем 9 главу 2 послания Коринфянам. И я называю это «Пять качеств хорошего сейтеля». Пять качеств хорошего сейтеля. Хорошо, мне это нравится. Давайте прочитаем 9 главу 2 послания Коринфянам, 6 стих. Тут сказано, «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Еще сказано, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякой благодати. Силен обогатить вас. Это всякое благоволение и земное благословение. Всякое благоволение и земное благословение, которыми он силен обогатить вас. Придет к вам в избытке. Придет к вам в избытке. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Послушайте расширенный перевод. Чтобы вы могли всегда, скажите всегда, и при всех обстоятельствах, и при любой необходимости, быть независимыми, имея достаточно, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке, и быть снабженными в избытке на всякое доброе дело и благотворительное даяние. Это потрясающее слово, правда? Посмотрите, что сказано в 6 стихе в расширенном переводе. В 6 стихе сказано. Помни следующее. Кто сеет скупо и неохотно, пожнет тоже скупо и неохотно. А кто сеет щедро, так, чтобы к кому-то пришли благословения, пожнет также щедро и с благословениями. А затем в 7 стихе сказано. Пусть каждый дает так, как самостоятельно решил в уме и поставил цели в своем сердце. Верно. Что имеет в своем духе, то пусть и дает. Радостно, с весельем. И дает щедро, счастливо, непечально. Не, неохотно. Когда корзину проносит мимо, а он... О, нет. Надо же, я хотел пойти с этим, чтобы где-то поесть. Нет. Терри очень похожа на Кеннета. Даже в даянии. Иногда она так сеет, что у меня аж дух захватывает. Это что-то. Я слышала, как ты об этом рассказывал. Потому что бывало такое. Я знаю, что ты имеешь в виду. Был один конкретный случай. Когда мы были на конференции, и брат Копланд говорил слово о пожертвовании в тот вечер. И Терри повернулась ко мне и сказала, я верю, что нам нужно посеять наши сбережения. Это большое дело, не так ли? Я просто посмотрел на нее. Потому что за все эти годы, я уже знаю, она просто слышит Бога. Я посмотрел на нее, и моя плоть восстала. Потому что именно я занимаюсь счетами, сбережениями в нашей семье. И иногда вам просто нужно стряхнуть это себя, потому что я знал, что она права. И, Глория, мы так и сделали. Мы оставили на нашем счете достаточно, чтобы оставить его открытым. Но мы практически его опустошили. Не прошло и несколько дней, как все полностью восстановилось. Слава Богу. Счет опять восполнился. Вы послушались. Слава Богу. Мы послушались. Хорошо. На основании второго послания Коринфянам 9 главы, позвольте мне прочитать вам эти пять качеств хорошего сеятеля. Хороший сеятель щедр. Слава Богу. Притча 11. Он является благотворительной душой. Хороший сеятель ведом духом. В седьмом стихе... Это хорошо. ...в другом переводе сказано, пусть каждый дает так, как ему говорит его сердце. Да. Также, хороший сеятель послушен. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Хороший сеятель весел. Счастлив, радостен, скорноделание. Именно так сказано в расширенном переводе. А результатом всего этого является то, что мы снабжены в избытке на всякое доброе тело. Слава Богу. Слава Богу за это. Хорошо, Джордж. Это хорошее слово. Так что мы хорошие сеятели. Да. А если мы хорошие сеятели, значит, мы можем научиться быть хорошими жнецами. И вот что еще здесь интересно. Нам следует сеять в ту сферу, в которой мы хотим пожать урожай. Будь то деньги, одежда, дома, машины, что бы то ни было. Каждое семя производит по роду своему. И если вы по-настоящему верите в сеяние и жатву, займитесь тем, чтобы найти что-нибудь, чтобы посеять. Сейте в добрую почву, и вы получите намного больше урожая. Вот несколько моментов, которые я здесь для себя записал. Слава Богу. Они потрясающие, совершенно верно. Важно. Для сеяния важна хорошая почва. Знаете, у нас есть одно свидетельство от Брайана и Синди Ли. Они посеяли в хорошую почву. Они посеяли в это служение, и должен сказать, что миссия Каната Копланда – это хорошая почва. Мы с Терри сеем в это служение, в эту хорошую почву. Посмотрите их свидетельство, и вы увидите, что Бог сделал для них, когда они посеяли свое семя и пожали свой урожай. Слава Богу. Я проходил через очень болезненный развод. У меня не было ответов. Я сомневался, что Бог вообще хочет иметь со мной дело. Я был молод, но чувствовал себя так, будто моя жизнь прошла. Я родился свыше в своей спальне, читая старую Библию, которая много лет валялась среди других вещей. Осенью 1988 года я включил передачу с братом Копланда, и он учил по Евангелию от Марка 4. И это изменило мою жизнь. Я стал партнером служения, а вскоре я услышал, как он говорил о конференции верующих. В то время я жил в Болдыре, штат Колорадо, и переживал трудные времена. Я купил микроавтобус за 70 долларов, и с одним моим другом Эриком мы решили, что сделаем бутерброды с арахисовым маслом и повидлом, и направимся в Техас. Короче говоря, мы приехали сюда во вторник утром, и казалось, что на повестке дня не было ничего, кроме Слова Божьего и избавления. И поэтому, когда я в 1989 году вернулся, я горел, исполненный Слова Божьего. У меня один за другим из нашего листплеера, на которых я слушал кассеты, присланные мне этим служением. И знаете, потом Бог начал понемногу давать мне процитания. Он дал мне собственный бизнес. И в 1989 году со мной говорил, как я верю, мой ангел. Он сказал, почему бы тебе не начать газонный бизнес? И я начал. В первый же день я заработал 60 долларов. И с тех пор я занимаюсь этим. При этом достаточно успешно. Брайан Ли вернулся в Колорадо другим человеком. Он обратился к своему пастору и провел много лет в служении в своей церкви. Брайан возрастал в слове вместе с дочками. Через церковь они встретили молодую вдову с двумя маленькими мальчиками. И после многих лет дружбы Господь соединил их в браке в одну семью. Обманутые успехом, даже не осознавая этого, Брайан и Синди оказались в ловушке растущего долга. На основании этого я отошел от принципов оставаться без долгов, которым нас учили Кеннет и Глория. Однажды утром я проснулся по уши в долгах. За нами охотились 16 кредиторов. Фактически из-за нескольких глупых деловых решений, которые я до этого принял. Но пришел день, когда мы сделали посвящение, что мы возвращаемся в миссию Кеннета Копланда, будем их партнерами и найдем ключи к тому, чтобы это заработало. И Бог дал нам семя. Нам прислали компенсацию за подоходный налог. И это было 8 300 долларов. 8 397 долларов? 8 397. И когда к нам пришел чек с суммой компенсации подоходного налога, мне не пришлось молиться за него. Мне не пришлось звонить своему пастору и спрашивать его. Мне никого не нужно было спрашивать. Я знал, что это мое семя, чтобы вывести нас из этого положения. Я просто сказал Синди, мы отсылаем это в миссию Кеннета Копланда. В течение шести недель после того, как они посеяли это семя, несмотря на естественные обстоятельства и экономику, пребывающую в упадке, Брайан и Синди получили контракт на свой дом. Мы взяли скромные доходы от продажи того дома и провели переговоры с каждым из кредиторов. В течение шести недель мы закрыли 13 и 16 счетов. А если вы добавите два нуля к этой цифре 8 397, то Бог снял с наших счетов долг 839 700 долларов. С 2008 года мы с Синди дали торжественное обещание. Больше никаких кредитов. Просто мы впредь никогда не будем обращаться к кому-то за судой. Сегодня я свидетельствую, что мы стали преданными приношении десятины. И это все изменило. Это принесло мир в нашу жизнь. Я не беспокоюсь о деньгах, как бывало раньше. Я не беспокоюсь, что произойдет или что случится. Я просто говорю, знаешь что, Бог, это твое служение. Если ты хочешь, чтобы мы были там, ты проложишь для нас путь. И Бог всегда это делал. И не только в отношении служения, но и в нашей жизни, и с нашими детьми. Вы просто не можете дождаться, чтобы посмотреть, что Он сделает дальше. Мы живем лучше, чем когда-либо. И поскольку мы все больше и больше полностью выбираемся из долгов, выплачиваем дома и рассчитываемся с нашими кредиторами, мы по-настоящему входим в полноту свободной от долгов жизни, какую хочет для нас Бог. Ведь мы еще молодые, и впереди нас ждет только хорошее. Но знаете, враг атакует нас, как мужа и жену. И он пытается разрушить жизнь наших детей, внуков, нашу расширенную семью. Но поскольку мы смогли пройти кризисные моменты в жизни, это укрепило наш брак. Мы сильнее, чем когда-либо. И мы знаем, что лучшее еще впереди. Брайан принял качественное решение быть сеятелем. Он был послушен Богу, и он пожал урожай. Я просто наслаждаюсь, слушая свидетельства наших партнеров и наших друзей, что Бог сделал в их жизни. Эти люди посеяли в миссию Кеннета Копланда и стояли на этом слове и в 2-го послании Коринфянам 9-й главы. И именно так они и поступили. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И Брайан, и Синди посеяли щедро и щедро пожали. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Глория, партнеры и друзья этого служения – удивительные даятели. Мы с уважением относимся к тому, что они сделали в плане сеяния, сеяния в это служение. Они удивительные даятели. И вам нужно верить в урожай. 2-е послание Коринфянам 9-я глава 8-й стих. Вам нужно верить в это место Писания. И Глория хотел бы, чтобы вы прочитали нам это из расширенного перевода. Я очень опиралась на это в наши тяжелые времена. Да. А Бог способен, силен. Это все решает. Он силен сделать так, чтобы всякая благодать, всякое благоволение, земное благословение пришли к вам в избытке, чтобы вы могли всегда и при всех обстоятельствах, и при любой необходимости быть независимыми, имея достаточно, чтобы не нуждаться в помощи или поддержке, и быть снабженными в избытке на всякое доброе дело и благотворительное даяние. Слава Богу. Да будет, слава Богу. Это одно из самых первых Писаний, на котором я стояла. И в то время вы сеяли в служение брата Орла Робертса? Да. Кеннед был в дорожной команде, он был частью команды полетов, так что он присутствовал на всех этих больших собраниях. Я была дома с детьми, у нас не было денег, но он присутствовал на тех собраниях. Он приезжал домой, он был в таком восторге. Он сказал, мы будем партнерами Орла Робертса. Мы будем посылать ему 10 долларов в месяц. Я подумала, где мы возьмем эти 10 долларов? И это не преувеличение, мы были в таком положении. Да. Слава Богу, мы больше не там. И посмотрите, где вы сейчас. Да. Это было только начало, хорошее начало этого сеяния. Этот восьмой стих исполнился в вашей жизни. Да. Он исполнился в моей жизни. И, Отец, мы молимся за наших партнеров и друзей, которые продолжают сеять семена. Я благодарю тебя, что они пожинают огромный урожай. Прояви себя им. Они пожинают такой огромный урожай, который переливается через край. И, Господь, они будут знать... Слава Богу. ...что Бог проявляет себя... Да, аминь. ...в этом переливании через край. Мы возвеличиваем тебя за это. И благодарим тебя за то, что их счета оплачены. Да. Их нужды восполнены. И каждый долг уничтожен. Да, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы соглашаемся и востребуем урожай. Во имя Иисуса. Хвала Богу. Слава Богу. Потрясающе. Глория. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Присоединяйтесь к нам. Мы все больше узнаем о том, как пожинать свой урожай. Это Глория Копленд и Джордж Пирсенс напоминают вам, что Иисус Господь.